Спонсор показа все майки.ру На сайте вы как всегда найдете много новинок, как в ассортименте, так и в принтах. Материалы высокого качества, принты остаются яркими даже после стирок. Приближается 8 марта, на сайте вы найдете много вариантов подарков для своей девушки, мамы, бабушки или подруги. А для себя можно найти много интересного на любой вкус. Игры, спорт, кино, музыка. По промокоду ТОПБЭТ вы получите скидку в 10%. Ссылка в описании. Доброго времени суток, мои приятные молодые люди. И с вами Ильдар, а это вечернее шоу с приятным Ильдаром. Смотри, да это же вечернее шоу с приятным Ильдаром. Ура! Да, я решил объединить разговорный формат, обсасывание инфоповодов и обзор видеороликов с дизлайками в один формат. Я понимаю, что это кому-то может не понравиться, кто-то даже отпишется со злости от моего канала, но я принял такое решение и назад пути уже нет. Также в течение всего видео будут появляться комментарии, которые вы оставляли под прошлым роликом. Да это же так оригинально! Нет. Именно, потому что это будут адекватные комментарии. Комментарии типа, я Олег, ты лох и подписывайся на мой канал, или твоя мама вечером будет кормить тебя черносливом, не попадут в ролик. Либо это какая-то хорошая остроумная шутка, либо очень адекватный комментарий. Так что после просмотра видео пиши свое мнение, комментарий какой-то. Вы должны знать, я всегда это говорю, я читаю все ваши комментарии. 4 тысячи, 5 тысяч я все просматриваю ежедневно, потому что я видеоблогер, это работа у меня такая. Смотри, да это же вечернее шоу с приятным Эльдаром! Ура! А перед просмотром видео рекомендую вам принять анти-пусть-говорин. Анти-пусть-говорин помогает справиться от передозировки с информацией о Диане Шурыгиной. Кто смотрел мой прошлый ролик, а я думаю все смотрели, знают, что по рекомендации Андрея Малахова Диана решила стать видеоблогером. Вот твои подписчики, делать какие-то, не знаю, видео, фотографии. Так вот, вчера она выпустила свой первый видеоролик, где отвечает на вопросы около нескольких минут, набрал он за сутки миллион просмотров, и на канал подписалось 130 тысяч человек. Пиздец, ну есть... Ебать. Внимание, вопрос. Зачем вы это делаете? Вы понимаете, что подписываетесь на девочку, которая якобы была изнасилована? Ну или просто занималась сексом? Все. Это чисто мой выбор. Если бы каждый человек, который занимался сексом и имел бы на ютубе свой канал и столько подписчиков, видеоблогеры были бы самыми нищими людьми в мире. Да, хороша, дедка, я еще варику включу. И вообще, зачем было идти на пусть, говорят? Если тебя изнасиловали и правосудие свершилось, отлично, ты должна радоваться и быть счастливым человеком. А если тебя не изнасиловали, тогда зачем вообще было идти на передачу, чтобы все вокруг узнали, какие вы лбуны? Жулик, не воруй! С одной стороны, логики в этом нет никакого, но с другой стороны, сразу понимаешь, зачем эти люди пошли на пусть говорят. Как я уже и говорил, это дикий хайп и популярность. Но самое интересное в этой истории, что молодой парень просто так сидит в тюрьме. Благо пришла информация о том, что в тюрьме к нему относятся все достаточно хорошо, даже сокамерники. Они поддерживают его в этой нелегкой ситуации. А все мы знаем, что делают с насильниками несовершеннолетних в тюрьме. Я заплачу, просто у меня нет денег. Думаешь, мне нужны деньги? Мне страшно думать, что происходит сейчас с людьми. Почему какая-то профурсетка, которая просто занялась сексом, набирает за пару дней сотню тысяч подписчиков, миллион просмотров, а ребята, которые реально стараются над своими роликами, за года два-три столько собрать не могут. Но ответ на этот вопрос давным-давно известен. Людям просто нравится копаться в чужом белье. Так было испокон веков. Скандалы, интриги, расследования. Господи, это же так интересно. Но это не точно. Да, к сожалению, есть люди, которые поддерживают Диану и просто закрыли глаза на все факты и несостыковки в деле. И я так понимаю, что это реальные жертвы насилия, которые могут ей поверить, мол, такая вот мученица у нас, девочка есть, и просто маленькие школьницы. Любой адекватный человек никогда не поверит в эту историю. В общем, вам решать, подписываться на Диану или не подписываться, смотреть те видеоролики. Но я свой выбор сделал. Захожу быстро, ставлю дизлайк и закрываю, чтоб просмотр не засчитался! Я думаю, многие из вас знают такого приятного молодого человека из Швеции, как Феликс Щельберг. Более известный как... Если вы не знаете, кто это, я просто скажу, что это самый популярный видеоблогер в мире, который насчитывает на своем канале более 50 миллионов подписчиков. И сейчас СМИ обвиняют Пьюдипая в том, что он нацист. Пьюдипай — альтправый, прогрессивный, молодой человек, такой, знаете, классический тролль с Фачана. В своих роликах он постоянно использует шутки на грани фола, сидит периодически в кепке Трампа, Make America Great Again. Perfect English. Ну а как мы знаем, Трамп еще тот расист. Да, для некоторых районов я соглашусь на установку ограждения, но, по моему мнению, стена более уместна. Пьюдипай шутит про изнасилование, про нацизм, про геноцид, про все подряд. Но ситуация в том, что это просто шутки. Знаете, мы потом удивляемся, почему ищут Мэдисона, почему посадили Соколовского, почему какие-то постоянно проблемы у Поперечного. Если они хотят, чтобы я заткнулся... Что ж, ну, видимо, придется замолчать. О чем говорить, если на такой почве даже докопались до самого популярного видеоблогера в мире? С Пьюдипаем разорвал контракт Disney, YouTube перестал рекомендовать его канал. А знаете, что стало последней каплей? Пьюдипай зарегистрировался на сервисе Fever, где люди за деньги предлагают свои услуги. Например, сделать какую-нибудь сигну, станцевать танец персональный, просто сказать какое-то пожелание хорошему человеку. В общем, классический такой сервис услуг онлайн. Так вот, Пьюдипай заплатил 5 долларов каким-то индийским мальчишкам, чтобы они сделали вот это. Да, там написано смерть всем евреям. И можно посмотреть на реакцию Пьюдипая, он сам в полном шоке, что люди это сделали. Внимание, вопрос. Мои зрители-евреи, насколько вы сейчас оскорблены? Да, я тоже думаю, что примерно на ноль. Ну а если оскорблены, значит вы не знаете, что такое сарказм и юмор в принципе. Как потом Пьюдипай прокомментировал этот ролик, он хотел показать, что люди в современном мире готовы пойти на все, что угодно ради денег. Хотя на самом деле, Феликс, мы без тебя это прекрасно знали. Вы готовы выпить мою мочу за деньги? Десять тысяч как-никак. Самое интересное, что все его подписчики знают, какой Пьюдипай, знают его юмор и понимают, что это все не всерьез. Ну, Wall Street Journal и другие средства массовой информации раздули это настолько сильно, будто бы Пьюдипай и есть сам Гитлер. Что я хочу сказать, пускай Пьюдипай и потеряет в этом году около 7 миллионов долларов, но, как говорится, людскую любовь не купишь. Все этой травли и со стороны средств массовой информации он только приобрел еще больше подписчиков и еще больше крепких фанатов. Не накачанных огромных мужиков, а просто фанатов, которые стали любить его еще больше. Хотя там, наверное, есть накачанные мужики. И огромные есть. Ну, а Феликсу перед такими роликами, когда он хочет пожестить, рекомендую вставлять дисклеймер, дабы он не ранил чьи-то очень-очень нежные чувства. Он не издевается над ветеранами, неуважения я в его видео не увидел. Это просто обычные безобидные шутки. То есть, получается, о Гитлере вообще ни шутить, ни говорить нельзя. Я думаю, что Дисней просто забыл о том, какие они сначала мультики снимали. В общем, я уверен, что с Пьюдипаем будет все хорошо. А сейчас мы переходим действительно к важным новостям. Девушка из Лондона отрезала себе палец, потому что захотела. Теперь я понимаю, что люди, которые подписываются на канал Дианы Шурыгиной, это абсолютно нормальные и адекватные личности. На своей странице в Фейсбуке девушка ввела отсчет до того момента, как она отрубит себе палец. Я хочу ей просто отдать должное. Она реально самый крутой тролль в мире. В день, когда она должна была отрубить палец, она извинилась перед своими подписчиками и написала, что не может этого сделать. А потом в комментарии прикрепила отрубленный палец и написала, что она прикалывается. Вот это прикол! Знаете, это очень похоже на историю, когда мужик решил выиграть спор на 100 долларов, отрубив себе голову бензопилой. И знаете, пользователи Фейсбука, естественно, ее начали критиковать, мол, зачем она публикует такие фотографии? И вообще, зачем она это сделала? И был получен гениальнейший ответ. Потому что захотела. Знаете, это очень универсальный ответ, и по нему действительно легко определить человека, у которого не все в порядке с головой. Если помните историю о том, как молодой человек в костюме с бензопилой зашел в торговый центр и убил одну из женщин, и некоторых покалечил. В общем, сейчас над ним в Минске идет суд, и у него спрашивают, мол, зачем ты это сделаешь? Он говорит, да, потому что захотел. У него спрашивают, а ты сделаешь это еще? Он говорит, ну, если захочу, сделаю спокойно, а что нет-то? Я думаю, тот же Брейвик тоже самое отвечал, да и остальные убийцы. Ну, просто захотелось, да и сделал это. Но знаете, все-таки у этой девушки есть здравые мысли, поэтому я не думаю, что она совсем поехавшая. Как только на нее все набросились, она очень четко и правильно ответила о том, что это никого не должно касаться, и кроме себя никому боль она больше не причинила. Я хочу сказать одно. Но если человек постоянно наносит себе увечья, делает бесконтрольные татуировки, какие-то модификации, тело, у него точно была психическая травма, возможно, в детстве. Мне всегда доставляла фраза, ой, все мы разные, как ты можешь говорить? Вот человек самовыражается так, как он хочет. Но если ты отрезаешь себе палец, ты должен рассчитывать на такую реакцию. Почему люди хотят выделяться татуировками на лице, на глазах, модификациями тела, отрубленными пальцами? Почему не стать ядерным физиком крутым? Научиться хорошо играть в шахматы, построить автомобиль, придумать какой-нибудь новый двигатель? Я не знаю, да сделать все, что угодно. Ответ на этот вопрос очень простой. Это лень. Плохая слава, тоже слава. Такого мнения придерживалась Диана Шурыгина со своими родителями. Ребят, жду ваши комментарии. Ставьте обязательно лайк этому видео, если понравилось. Подписывайтесь на мои социальные сети. С вами был, как всегда, Ильдар. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok